Добрый вечер! Сегодня о коммунальных тарифах. Жаркая тема в жаркий июнь. Но вот на каком основании энергомонополисты требуют повысить тарифы на десятки процентов? Произойдет ли это? Какова позиция властей и края? Поговорим. Ну а начну, как обычно, по понедельникам с обзора прогноза того, что случится на начавшейся неделе. Во вторник пройдет традиционный балл золотых медалистов. Их на Алтае больше шести сотен. В четверг край посетит делегация французского региона Франш-Канте. В центре внимания французов будет винодельческое и сырное производство на Алтае. В пятницу пройдут выборы ректора медицинского университета. Главный претендент – руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Игорь Салдан. К главной теме – сибирская генерирующая компания СГК. Вот кто снабжает барнаульцев теплом, горячей водой. И вот кто настойчиво добивается, чтобы мы за это платили все больше и больше. Настоящий скандал вызвало требования компании и ее штаб-квартира, напомню, в Кемерове. Не просто поднять тарифы еще весной, но и пересмотреть, естественно, в сторону увеличения тарифы за прошлый год, так сказать, задним числом. Суд в этих претензиях, слава богу, тепломонополистам, так я их называю, вполне резонно отказал. Но они не унимаются. Как заявляют в СГК, их убытки за прошлый год превысили миллиард рублей. Причина, среди прочего, растущая цена на топливо. Якобы барнаульский ТЭЦ работает только на угле определенной марки, который ввозится аж из Красноярского края. При этом низкие тарифы, по словам монополистов, не дают возможности подготовить коммуникации к зиме. Какова цена вопроса? Очень немаленькая. Вот по оценкам экспертов, если пойти СГК навстречу, придется повышать тарифы аж на несколько десятков процентов. Как говорят, впрочем, скромные в кавычках энергетики, согласны они и на 20 процентов. Но ведь это же тоже запредельно. Посчитайте сами, сколько именно нам с вами придется ужиматься, насколько если СГК своего добьется. Цифрами в руках специалисты краевой администрации показывают, что дело-то не в объективных причинах, но в неумении, а может быть и в нежелании СГК нормализировать, оптимизировать свои расходы. По мнению экспертов, энергетики не могут навести элементарного порядка в своем хозяйстве. Рассчитать оптимальную нагрузку мощностей, последовательно снижать потери при транспортировке, сделать структуру корпоративного и финансового управления более эффективной и прозрачной. Есть вопросы по поводу вывода прибыли энергокомпании в офшоры. Ну действительно, зачем стараться, если все за наш с вами счет можно получить? Кстати, есть тут еще один аспект. Больше стало домов, оборудованных приборами учета. Что означает? Списывать свои потери при транспортировке, разбраскивать их на всех, на нас с вами без разбора, энергетикам становится все труднее. Еще и отсюда следует для них необходимость тарифной накачки. Ну вообще, сваливать свои проблемы на нас с вами, потребителей, ну мне кажется, это бессовестно. А вот от себя добавлю. Дело, мне кажется, во многом просто в растущих, опять же, на наш с вами счет, простых потребителей аппетитов энергомонополистов. И вот послушайте, как зарабатываются бешеные миллиарды. Как пишут СМИ, сибирская генерирующая компания, как и угледобывающее объединение СУЭК, где добывается тот самый якобы все дорожающий уголь, входят в сферу бизнес-интересов миллиардера Андрея Мельниченко. С состоянием более 14 миллиардов долларов он стоит в списке Forbes на шестом месте среди всех россиян. А реплика сегодня звучит так. Мы должны быть готовы к тому, что коммунальные тарифы вырастут, да. Но большая разница, произойдет ли это в жестких рамках, установленных федеральным центром в пределах инфляции, или согласно аппетитам энергомонополистов. Вот такие попытки решать свои проблемы на наш счет, повторю, надо пресекать. Что, замечу, сделать бывает непросто, но тут уж вся надежда на власти края. Увидимся в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok